Флэш себя позиционирует как язык программирования, все знают, что там все на ивентах. Большинство задач в флэше можно считать синхронными. Что я считаю синхронными задачей? Это задачи, которые продолжаются какое-то количество времени, в процессе которого ты можешь заниматься чем-нибудь еще. Что это может быть? Это краткое уголовление. В общем, сначала немножечко про основные задачи, это как раз будет. Потом я расскажу о текущем функционаре вашей скрипте, то есть это event, event, dispatcher, enterframe, только native. И чем именно он... Не то чтобы блок, скажем так, он недостаточен для того, чтобы делать нормальные вещи. Потом я расскажу немножечко о том, как это сделано в JavaScript. Сначала в нативном, потом коснемся немножко двух фреймворков, это jQuery и Backbone, где там сделана достаточно большая работа по работе с callback и с синкапсуляцией, скажем так, процессов. Потом коснемся немножечко серверного, ну асинхронного веб-сервера Tornado, на котором мы работаем. Это на Python написано. То есть асинхронный веб-сервер, это что значит? Это значит, что он может обрабатывать несколько запросов одновременно. То есть тебе идет запрос, ты в это время можешь там что-то сделать, например, сладить в социальную сеть за этим, и в это время он как бы не блокируется, он обрабатывается. Мне как флэшеру на самом деле было очень удобно с таким работать, потому что там подходы используются исходные. Но есть очень большая разница, я ее тоже коснусь. Вот. А вторая часть это будет просто наглая реклама нашего микрофреймлака. Соответственно, что? Основные задачи, которые можно выделить, это, ну первое, для чего вообще создавался флэш изначально, то есть создавался он для банеров. Вот. И, соответственно, это идет создание интерактива GUI. То есть флэш это GUI, GUI это флэш, и типа вот как-то так получилось. То, что в последнее время в нем стали писать такие вещи, как игровая логика, это, конечно, типа очень классно и хорошо, но при этом используются все равно буевые подходы, и вот это уже не очень хорошо. Потом, какие еще задачи асинхронного программина? Клиент-серверное взаимодействие. Причем в самом широком смысле. То есть это не то, что ты сладил на сервак с запросом и получил ответ. Это может быть external interface, там тоже клиент-сервер. То есть там JavaScript-приложение может выступать как сервер для флэша, или наоборот. То есть это может быть у тебя несколько инстансов флэш-плеера, там в одном браузе, там между ними общаешься, там как собственно делается в флэше мультитрейдинг, если очень надо. То есть, ну, в самом широком смысле. Загрузка ассетов, в том числе это клиент-серверное взаимодействие, но я вынес в отдельный пункт, так не захотелось. Анимация, это всякие твины. То есть, ну, у тебя ходят там персонажи, тут объяснять ничего не надо. Он начал ходить, закончил ходить, ты в это время там что-то делаешь, опять же считаешь логику, грузишь ассеты. То есть, ну, асинхронная вполне себе задача. Взаимодействие между различными частями приложения при помощи жестких однонаправленных связей. Вот это вот жесткая однонаправленная связь, я просто буду там часто использовать его, просто хочу пояснить, потому что, не знаю, я вот ее так называю и больше, по-моему, никто. Что это означает? Ну, это означает фактически, как самый простой способ, это когда вот один модуль вызывает другой. При этом один модуль знает, что он вызывает, а тот, которого вызывает, не знает. Более сложный вариант, это когда вот тот модуль, на котором ты вызываешь, он сам решает, когда вот эта фигня будет вызвана. То есть, ну, callback, грубо говоря. Соответственно, связь получается жесткая. Почему? Потому что модуль, который, ну, то есть, она идет вот в одну сторону. То есть, callback добавляется с одной стороны обязательно, то есть, и та сторона, которая знает, добавляет callback, она четко знает, куда она его добавляет. Вот, то есть, нет такого, что callback добавляется непонятно куда, скажем так. То есть, если брать пример, то есть, вот есть флэшовый лодер, который там грузит ассеты. Соответственно, что? Лодер ничего не знает о том, где будет использованный его ассет. Но какая-то часть приложения вешает на него, опять же, вот этот эвент лист, она пресловутый. То есть, она обращается к нему, ну, к лодеру напрямую, что вот ты когда загрузишь, вот дерни вот это. Вот это вот я называю однонаправленно жесткая связь. В принципе, любой ревент диспетчер, ну, не совсем, потому что ревент диспетчеры, которые используются в GUI, они не такие. Взаимодействие между различными частями приложения при помощи слабых связей. Это PubSub, то есть, паттерн. Когда есть паблишер, есть субскрайбер, и паблишер и субскрайбер между собой не связаны практически никак. То есть, более того, субскрайбер может быть сколько угодно. Паблишеров тоже может быть сколько угодно. Вот это слабая связь. Это типа модная штука, но на практике ты можешь их даже использовать, но на самом деле они будут нифига не слабыми. Тут применение у них достаточно ограничено, но оно есть, соответственно, тоже попробуем его коснуться. А это не Observer? А? Не Observer. Обзервер, да. Observer, да. Пановые процессы, это процессы, допустим, вон у нас Лена на проекте там анимацию считает, да, рендерит из вектора в этот, по кадру. Соответственно, чтобы у тебя флешплеер там 15 секунд не завис, а потом типа вытащил часы, надо его как-то выносить, чтобы оно не выполнялось неблокирующим образом. Соответственно, вот такое я буду называть фановым процессом. Action Script 3. Ну что у нас есть? У нас есть термин «Dispatcher». Ну, вообще эта штука изначально сделалась для Гуя, соответственно, для Гуя она нормально подходит, тут нет никаких вообще проблем. То есть есть вот этот баблин, у тебя есть кнопочки, ты можешь там угодно подписываться, то есть все хорошо, все замечательно, то есть, ну, зашибись, то есть у тебя есть кнопочка, ты хочешь узнать, когда пользователь на нее нажал, то есть и ты можешь это сделать, куча разных способов. То есть можешь послушать там пэринг контейнер, можешь послушать саму кнопочку, есть баблинг, есть кэпчуринг, то есть, соответственно, там, да, там огромный оверхед, но он ниже в данном случае, то есть это то, без чего было бы трудно делать там нормальный Гуя. Вот, то есть, и, ну, на самом деле, то есть вот для Гуя как раз вот «Event-Event-Dispatcher» — это пара, это ее достаточно, она хорошая, то есть она хорошо работает и типа никаких проблем. Клиент-серверное приложение, загрузка ассетов. Вот тут уже начинается, типа, приколы, потому что, как бы, вот вылезает как раз вот этот вот самый оверхед, плюс у тебя получается та самая направленная жесткая связь, которая задана неявным образом. То есть у тебя, ты вешаешь «Event», это типа строка, у тебя там он приходит, он несет в себе какой-то load-info, вот этот вот контент load-info. Ну, короче, на самом деле неудобно. Почему? Потому что у тебя получается иллюзия слабой связи там, где ее на самом деле нет. То есть простой обычный callback там бы был гораздо уместнее, и это было бы гораздо проще и сильно облегчило жизнь. Дальше. Анимация, фоновые процессы. Самый распространенный подход, это через EnterFrame, вот этот вот ивент, который, как бы, ну, опять же, EnterFrame ивент, что, на него можно подписаться везде. То есть ты можешь взять у себя кнопочку, подписаться там на EnterFrame, можешь взять стейдж, подписаться на EnterFrame, можешь взять, что еще, ну, что угодно. То есть любой дисплей-обжект испускает EnterFrame, хорошо хоть не баблится. Спасибо на этом. В чем проблема? Проблема в том, что... Примерно ВПС-ов? Да, ВПС-ов, это совершенно верно. То есть ты не можешь знать, сколько у тебя времени на то, на это. Бывают тяжелые камеры. Бывают тяжелые камеры. Ну, как минимум, фоновые процессы могут наложить эти ВПС и... Да, да. Ну, все, наверное, видели, как вот, бывает, что, типа, лак идет, да, какой-то, там что-то там долго посчиталось, там, допустим, у тебя, там, кэш из битнулт накладывается на картинку, она там рендерится во все, и у тебя получается так, что у тебя потом раз-раз-раз-раз-раз все пригралось. Ну да. Типа, сначала лак, а потом раз-раз-раз. Более того, то есть, ну, Андрей вот у нас еще работал тогда, мы столкнулись с таким моментом, у нас карта, да, там, ход проигрывается, там, 5 секунд, да, то есть, и по ней ходят, там, 10 человек, предположим. Ходят они, стреляют все одновременно, то есть, соответственно, если я выстрелил, то этот должен сделать вот так, если у меня мы попали. Что мы начинаем делать? Мы начинаем использовать вот этот интерфрейм, короче, причем, да, Твин Лайт. Вот, и что получается? Получается, что так получилось, что вот у этого нормально анимация проигралась, а вот у этого лагануло. Соответственно идет синхронизация, теряется вообще геймплей. суть. Как минимум, если та же пуля летит, то сначала она летит быстро, потом медленно, потом во мне. А как решили? То есть, решается все менеджером, которые там более-менее синглтон, то есть, ну, в принципе, решили. Которые всем дергают автористы в текущее время? Нет, ну, как решается, просто есть подпись, ну, я расскажу. Это будет позже, да. Дальше что? Для фоновых процессов можно использовать Local Connection, который работает на тех же ивентах, или вот этот новомодный воркер, который, в принципе, то же самое, потому что здесь там создается, вместо флешплеера еще один, то есть, ну, и все это работает на Local Connection. Но, тут опять же встает вот тот же вопрос, то есть, у нас там есть вот этот функционал ивент диспетчера, который вытащен полностью, там коллбека вот так вот. То есть, если бы он был на коллбеках, было бы всем гораздо проще. Вот. Но он не на коллбеках, он на ивентах, поэтому, типа... Дальше. Реализация обнаправленных жестких связей очень плохо. Нельзя явно описать в интерфейсе или классе прототипе, оверхэк. То есть, то, о чем я сейчас говорю. У тебя есть какой-то класс, который хочет сказать другому классу о том, что я вот сейчас вот это дерну. Как мы это делаем? Мы пишем константу строковую, которая, типа, когда-нибудь дернется. А я хочу иметь property, который в интерфейсе описан, типа, к которому я могу обратиться. Я могу этот интерфейс описать, реализовать разными способами, соответственно, то есть, я могу заюзать его в другом модуле и более четко строить связи. То есть, у меня может быть реализация самого вот этого коллбека, в который будет... Ну, самого вот этого места, куда будут добавляться коллбеки, она может быть абсолютно разной, какой мне захочется. Главное, что она описана в интерфейсе. Вот, вот этого сделать, ну... Ну, то есть, на ивентах это не получается. То есть, соответственно, я вот и говорю, что здесь... Вот это самый большой недостаток. Второй это опять же overhead, потому что ивент сделан для Гуя. Соответственно, они с собой все вот это тащат. То есть, каждый ивент несет с собой функционал, который нужен только для Гуя и только в Гуе. И, типа, ты всегда должен об этом помнить. Слабые связи при помощи эвент, там вообще, то есть, об этом даже говорить не стоит. Это, там, просто, там, нарушение инкапсуляции из коробки. Вот здесь вот так и написано. Соответственно, у тебя есть тарджет, у тебя есть карм тарджет. И если ты думаешь, что ты не будешь их использовать, то ты ошибаешься. Ну, раз они есть, ты ими будешь пользоваться. Соответственно, какая бы у тебя внутренняя дисциплина ни была. Соответственно, все, слабой связи нет, забыли. То есть, ну, нету слабой связи на эвент. Но, в принципе, их можно, правда, рейдить и называть сруя рожи. Спасибо. Это самая дисциплина. Ну, и есть еще некоторые проблемы реализации, с которыми я столкнулся, чисто акшн-скриптонгер. Ну, вот, про это я уже тут рассказывал. В нативном S3 Avent используется везде, хотя проектировался главным образом для Гуи. В связи с чем содержит много избыточного функционала. Таджет, карот, таджет, баглинг, кэпчет. То есть, до Гуя подходит, до всего остального не нужно. Проблемы с клонированием в кастомных ивентах Гуи. Кто кастомные ивенты писал, каждый об этом знает. То есть, если тебе нужен баглинг, то тебе нужно там функцию клон написать, которая может быть нетривиальной. То есть, это, на самом деле, источник багов. И когда ты начинаешь с этим связываться, ты понимаешь, что лучше бы ты этого не делал. Вот не надо связываться. Да, жесткое требование сур-класса для Avent, Dispatcher, Dispatch Avent. То есть, ну, вот в JavaScript мне что нравится, там можно строку подиспетчить, это хорошо. Да, кстати, с клонированием есть еще очень забавный такой прикол, когда вот ты передаешь ивент в Dispatch Avent, то первому листонеру он попадает в исходном виде, а вот второму уже клон. То есть, это сам по себе подход не очень хороший. Почему? Потому что возникает неоднозначность. Либо оба должны получить клон, либо типа... Ну, там уже разнобой поестности. Да, да, да. То есть, у тебя получаются уже разные эти... И... То есть, тут либо так, либо так. Либо они оба должны получить один и тот же instance, либо, короче, они оба должны получить клон. А тут, короче, вот. Типа, ну, я считаю, что это баг, но всем похер. Использование кнопочного программирования флешерами для любой задачи. Что такое кнопочное программирование? Это когда у тебя есть класс, в котором там, типа, кнопочки. Есть метод, который их развешивает, метод, который их там убирает, неважно. Так вот, вот этот вот паттерн, он как бы настолько въелся в голову всем, что его используют везде. То есть, для загрузки файлов, для там всего остального, как бы... И... Вот так вот и получаются классы на тысячу строк, которые очень трудно мейтейнить. То есть, я не против классов на тысячу строк, я против классов, которые трудно мейтейнить. То есть, не обязательно класс на тысячу строк трудно мейтейнить, но так бывает часто. Вот. Ну, то есть, проблемы я назвал. В принципе, все про них, наверное, знают. Ничего такого. И... Теперь немножечко джава-скрипта. Вернее, немножечко, достаточно много. Так как? На 2-50? А? На 2-50. Здесь как джава-скрипт? Ну, не совсем. То есть... Я не буду говорить не про нативные, но на джава-скрипт скорее про либо. То есть, на самом деле, в джава-скрипте вот за последнее время в них появился все тот же функционал. Он очень похож на то, с чем мы сталкивались. Пожалуйста, я Дэн Клистон, клик, у Samsung false. Вот этот false, он значит, что... Не помню уже. Баблин? Да. Нет, там не баблин, там что-то другое. Не помню. Ну, я не использую, на самом деле, просто тут. Так, обзор просто показать, что в джава-скрипте сейчас это все тоже есть. То есть, и более того, реализация эвента у них точно такая же. У них есть баблинг и кепчер. То есть, ну, это только подтверждает то, что это удачная, на самом деле, штука. То есть, то, что она используется там же, это не плохо, не хорошо, она просто... Но! У джава-скриптеров, у них как-то так сложилось исторически, либо я просто об этом не знаю, да, у них нет вот этого кнопочного подхода, и у них нет интерфрейма. У них все на интервалах, соответственно, как бы, если они делают анимацию, она на интервалах. Она без привязки к интерфреймам, без ивентов. То есть, там прямые колбеки используются. Если у них загрузка, да, у них загрузка тоже на ивентах, но там это решается в фреймворках, там я потом не скажу. Ну и плюс еще в джава-скрипте просто из коробки ты получаешь нормальную, удобную работу с функциями. Там во флэ-шефт, кто с анонимками пытался работать, все пытались, нет никто. Ну, как же это джава-скрипт? Что и джава-скрипт, что экшн-скрипт? Не совсем, просто джава-скрипт он более жесткий, то есть, ой, экшн-скрипт он гораздо более жесткий язык программирования. Там типа все должно быть задано, и плюс там еще это все и не быстро. То есть, если в джава-скрипте создать функцию, потом в ней внутри еще функцию, еще внутри функцию, это типа сильно быстрее. Ну, оно не имеет никакой разницы. А в мейтейнде это легко, да? Если нормально писать, то да. Серьезно. Вот этот калбэк, в калбэке калбэком поменяется. Такой же он приедет? В H7 там реализация ОП, где он в скрипте на самом деле. Функция это объект, да. Функция это объект, да. Нет, у тебя в флэ-шефт главное, что не хватает, вот чего вот больше всего, это бизнес. Очень динамично. То есть, у тебя есть вот этот метод apply и все. А в джава-скрипте есть метод bind, который позволяет привязать функцию к любому объекту. Соответственно, у тебя сразу появляется объект this, который позволяет тебе делать очень многое. По большому счету. Для теки байк. Для теки байк. Да. Они, конечно, не такие. Ну, тут нативные типы. Бинзинг нативный и нет клюков синонимных. Вот. Ну и есть старый метод, который все по два вифеля, то есть ты можешь сделать вот так. OnClick равно функцию. Пожалуйста. Это в JavaScript все никуда не делается. Дальше. JQuery Event. JQuery Event. Это типа расширение нативного функционала. Там основная задача, чтобы сделать его cross-браузером, чтобы везде подходило. Типа все хорошо. То есть, ну, JQuery вообще он как бы изначально тоже задумывался для того, чтобы избавить программистов на JavaScript от необходимости суппортить оперу. Не получилось. Оставаться еще не я, да? Методы... Ну, то есть, на самом деле, у них работа с советами, они ее очень неплохо расширили. У них есть методы ON, ONE. Это намного более удобный способ регистрировать хендлеры, чем Эндевит Листин. Ну, что вот здесь? Здесь у тебя получается название... События. Название события. Он... NameCarle. Это передается в EventData, там в Properties, там стабильно. Соответственно, триггерить ты можешь строку. Более того, ты в триггер можешь добавлять сразу же аргументы. Вот. Это, типа, хорошо. Вот здесь, как раз вот на этом примере, последний вызов не даст ничего, потому что в Silent придет труп, соответственно, он еще не будет. Метод ONE, он позволяет убрать с EventListiner сразу же, как только ты его выполнил. Да, раз вызвали, забыли. Типа, где-то процентов 80 флешовых EventListiner'ов такие. Да. Дальше. Библиотека Backbone. Мы ее интенсивно очень используем. Это, как бы, типа MBC, ну, нет. Совсем нет. В общем, у меня... Это момент MBC. Это то, из чего можно быстро сделать свое MBC. Ну, типа того, да. При желании. Желания не возникает, так что, в принципе. У них есть такая вот прикуда, называется Backbone Events. Это чистая минималистическая реализация без использования нативных JS Event. Они взяли свои Event и написали у себя внутри. Это реализовано как Mixin. То есть, ты его можешь проинжектировать в любой объект или в его прототип. Соответственно, вот там сразу весь этот функционал появляется. И он, в принципе, там все, что для Event надо, все есть, кроме того, что нет баблингов. А делается это для того, что Backbone, он как... Он с Гуем работает, но это прокси для Гуя. То есть, он... Сам он на элементы DOM не вешает никаких Event Listener. Он это делает через jQuery. Через jQuery же к ним и подписывается. Но там между самими компонентами различных вот этих у них идет связь вот как раз вот через вот этот Event. То есть, соответственно, что? Это вариант вот той же самой однонаправленной жесткой связи, да даже и слабой. Почему? Потому что вот этот Event, он в себе никакой информации о том, кто его отправил, не несет. Кроме того, кроме ЗИСа, если ты функцию туда не забей. То есть, соответственно, он что? Метод он позволяет подписаться на иерархические ивенты, а также на несколько ивентов сразу. Чисто сахар. Liston2 и Stop Liston2 позволяют держать все хендеры в текущем объекте, в том числе хендеры для внешних объектов, и потом быстро их чистить. У тебя есть какой-то объект. Ты в нем подписываешься на различные ивенты в различных частях приложения. То есть, в чем вопрос? У тебя этот объект удалился, но надо все почистить. Либо, короче, просто, ну, менеджер, фактически. И, соответственно, ты можешь подписываться в этот и через вот это вот все, вот это вот реализовано. Соответственно, у тебя получается что? У тебя получается объект, который хранит в себе Event. Liston2, которыми ты потом можешь как угодно управлять. То есть, услышали, мне этого всегда очень не хватало. Например, можно написать Stop Liston2 и в кавычках передать полно. А записаться это всего сразу. Совершенно верно, да. То есть, у тебя получается как бы проксяв, который хранятся все Event. Liston2, которые тебе нужны вот в данной части, и ты можешь ими управлять. Ты можешь их удалять там по одному, по маске, делать и даже, ну... Если не ошибаюсь, то для этого не сложно написать свой велосипед. Вот они и написали. Написано, да. Ну, то есть, на JavaScript. Соответственно, что? Вот есть Emiter. Это обычный JavaScript-овый объект. У него есть имя, есть Enter. Вот это конструкция Underscore-овской, которой мы просто копируем функционалы в Webbone Evans в этот объект. То есть, после этого он у нас стал, типа, поддерживать весь вот этот функционал, про который я рассказывал. Сразу же мы можем подписаться на Event при помощи функции On. То есть, здесь строка, здесь типа Callback, все как обычно. И начинаем триггерить. То есть, триггеры точно так же, как и в этом с аргументами. Дальше идет KillerFish. Это опыт Alert. Что это означает? Ну, подписаны на EventAlert, мы получим EventAlert. Если мы подписаны на, ну, то есть, на элемент... Более того, мы получим AlertFu, AlertVu, AlertG, то есть, AlertX. Это namespace для event. Нamespace для event. Соответственно, мы можем подписаться на namespace и на типы иерархию. У них так сделано что? У них есть коллекции, в которые там помещаются данные. Соответственно, каждая данная – это модель, и она умеет триггерить ивент, когда у нее меняется какое-то поле. Ты можешь подписаться на коллекцию, и у тебя получается так, что когда модель изменится, ты получишь ее. То есть, вот эти вот иерархические ивенты, они еще очень классные, когда начинаешь делать действительно слабые связи с оповещениями, с абзерверами, то есть, со всем остальным. То есть, ты можешь подписываться на группы ивентов сразу. Очень быстро. То есть, если у меня WC, допустим, по модели, дерево моделей какое-то, да? Да, да, да. Ты можешь подписаться на верхний уровень и типа получить... А могу подписаться там наверху вот Эппо или Стрессов? Ну и вот дальше вот этот функционал ListenTo. Здесь вот я подписываюсь на два ивента сразу. То есть, через пробел ChangeIt и RemoveIt. То есть, я подписываюсь на объект external, в данном случае просто пустой. То есть, у меня получается ChangeIt, RemoveIt и EmitterHandIt. Дальше я триггерю ChangeIt ивент, потом отписываюсь только от ивента ChangeIt, а потом я триггерую ChangeIt и здесь ничего не происходит. Здесь вот уже получилось. То есть, я могу подписаться через пробел, отписаться через пробел, через двое точек. То есть, ну, вот такой вот, так вот ребята сделали, мне очень понравилось. То есть, это реализация ивентов, которые, в принципе, у меня сама по себе вопросов не вызывает. Она удачная достаточно. То есть, в то же время простая, там где-то строчек 200, может. Ну, может 100, да. Ну, коротенькая совсем. Дальше. Дальше. Дальше пошли callback'ы. То есть, в callback'ах очень много функционалов, ну, для callback'ов очень много функционалов в jQuery. Вот этот вот класс, в частности, он появился достаточно, там, в новых версиях, по-моему, с 1.9. Вот. Что он из себя представляет? Это просто, ну, очередь, которую, там, ну, внешнее приложение напихивает callback'ы. И когда у тебя называется method fire, они просто все запускаются в том порядке, в котором ты их туда напихал. Все. То есть, больше оно не делает ничего типа, и это хорошо. То есть, это как раз вот тот самый вот момент, которого мне очень не хватало. То есть, я могу сделать переменную, сделать, присвоить ее instance вот этого класса, объявить его в интерфейсе, и все. То есть, мне больше ничего не надо. Внутри своего класса я его резолблю. Внешние классы могут напихать туда все, что угодно. Я об этом знать ничего не хочу. То есть, у меня получается именно та самая однонаправленная жесткая связь. И она явная, то есть, она четко задана в коде. Я могу в своем еде нажать F3 типа и перейти туда, типа посмотреть, что это такое, зачем почитать про него документацию, а не иметь какой-то ивент, который где-то у меня как-то триггернется. Через строковую константу. Да. Да, там поискать еще где-то строковая константа используется. А если еще у меня программисты не все очень хорошие используют строчки, там этот, тогда мне еще надо. Ну, всем об этом знать. Ну, вот так калбэки добавляются. Опять же, все аргументы из калбэка передаются в каждый из калбэка. Ну, когда я делаю fire, то в калово гейм там идет во все калбэки. Вот как-то так. jQuery deferred, jQuery query. Зачем deferred? Класс для реализации однонаправленных жестких связей между приложением и асинхронным процессом. Тут мы уже подходим к вопросу о том самом кнопочном программировании, когда у нас процесс программируется в объекте. На самом деле, как бы, есть подход противоположный. У тебя есть процесс и есть объект. Вот. Это не процесс является свойством объекта, это объект является свойством процесса. Тут как раз все наоборот. То есть получается, что у нас либо в объекте написаны куча-куча-куча-куча разных процессов, которые этот объект типа выполняет, хотя на самом деле это не так. Есть процессы один, другой, третий, четвертый, которые этот объект используют. Соответственно, для вот этого сделан deferred. Это такая абстракция, ее тоже можно засунуть в переменную и, соответственно, с ней работать. Что она содержит в себе? Она содержит в себе несколько видов коллбеков и механизм, по которому... Ну, то есть это состояние, через которое проходит любой процесс. В процессе своей работы. То есть он может что? Он может ждать, он может запуститься, он может работать. Во время работы он может тоже, там у него бывает какой-то прогресс, и он может завершиться, завершиться с ошибкой. Вот. Соответственно, для всего, для вот этого есть аналог вот этих вот коллбеков. То есть на каждую из этих стадий, когда это переключается, можно добавлять коллбеки. Это все явно, это опять же все описывается в интерфейсах, это все как бы... Точно так же работает loader слышовый, которым никто не пользуется. Но, то есть он на каждую из этих фаз, он кидает вену. Здесь немножко другое. То есть здесь на каждую из этих фаз есть свойства, которые ты можешь добавить коллбек, четко заданное. Так мне больше нравится. В jQuery предлагается использовать для реализации клиент-сервных взаимодействий все Adjax запросы возвращать в jQuery. То есть, ну, jQuery реализация Adjax, там любой вот запрос на сервер, он сразу тебе возвращает в Deferit. Ты можешь, короче, там в этот Deferit уже там сделать с ним все что угодно. Ты можешь подписаться на получение, там, ну, когда у тебя пришел запрос, обработался, все там, те данные надо распарсить, там, нагенерить гуя на них. То есть, ну, все как обычно. Ты можешь подписаться на ошибку, ты можешь подписаться, ну, в принципе. Но это делается более явно. То есть, во флэшер ты бы что сделал? Ты бы сделал order, там, mensual, туда и ввёт листона. А тут ты сделал запрос, он тебе вернул Deferit, и ты в него напихал. То же самое, но немножечко приятно. Самое главное, это комплимент сразу можно все увидеть. Вот пример. То есть, здесь пример как раз без загрузки, без ничего. То есть, создали новый instance Deferit. Два Callback объявили вот просто так. Deferit done. Как раз вот эти методы добавляются в Callback на ту стадию, куда у нас Deferit завершается нормально. Добавляются они, вот, типа, это JavaScript weight, то есть, можно вот так вот делать. То есть, фу, бар, потом фу, то есть, ну, как угодно. Вся вот эта иерархия, она потом делается плоской, у тебя получается просто очередь. При помощи вот этих скобочек, ты можешь просто эти, ну, они работают как круглые скобочки при архиментических операциях. Приоритет операции? Да. То есть, на фейл это, типа, я добавляю Callback на ошибку, то есть, и всё. Deferit, после того, как зарезовывался именно JavaScript, он всё, он лучше не может использоваться. То есть, повторно. Соответственно, у нас что получилось? У нас получилось, мы, это, типа, jQuery, если селектор, мы на кнопочку... С именем Resolve? Да, с именем Resolve, повесили Callback на клик, анонимная функция, которая резовывает Deferit наш. Вот этот, с аргументом окей. Соответственно, каждый из функций фу и бар, он получит вот этот аргумент. и в данном случае у нас там консоль наплетается фу, бар, фу и всё это типово. Дальше, если, короче, на вот эту кнопочку не нажимали, тогда, если нажали вот на вот эту, тогда у нас получится, что Deferit будет reject, выполнится только фу один раз, типа, и у него будет на топ. Это на fail просто. Да, это на fail. То есть, я вот порежетил здесь Deferit, Deferit это абстракция. То есть, в нём вообще функционал никакой не пишется. То есть, если ты пишешь какой-то процесс, ты можешь для того, чтобы другие части приложения в этом могли знать о том, как процесс происходит, ты можешь выставить наружу Deferit и, соответственно, другие части приложения будут туда. То есть, это инстанс вот этого Deferit, он служит как... То есть, Deferit это готовая заготовка структуры для любого процесса? Какой цикл, который выдаёт, в каком он сейчас, собственно, состоянии. Вот, как-то так. Но самих Deferit, только функционал, я не видел, что в писании. Хотя, конечно, на женской теме можно всё и делать. Более сложный пример. Здесь используются функции when. Функция when выдаёт Deferit, который реализовывается, когда, типа, реализовываются другие Deferit, которые идут к нему в качестве аргумента. Соответственно, что у нас тут получилось? Очень распространённая задача. Есть тот запрос, есть другой запрос. Когда оба выполнились, мне надо что-то сделать. Но не раньше. Если, когда я взял тысячу раз нажав на кнопочку, надо обработать только последнее нажатие. Можно использовать для этого? Можно, да. Ну, то есть, в варианте использования масса. Здесь вот, в данном случае, то есть, идут два JAK-запроса. Один на Page 1, друг на Page 2. Они возвращают, там, какие-то ответы. И, соответственно, нам надо этот ответ как-то распарсить. Вот. Получается так. Можно вот использовать ещё вот такие вещи. То есть, здесь у нас JAK-запрос, который возвращает Deferit. А вот здесь у нас, типа, просто объект. Вен, когда ей передаёшь просто объект, он, типа, умный, он считает, что это, типа, поризованный Deferit. Соответственно, у нас вот, мы можем использовать тот же самый... А получается, что Deferit резовывается таким образом, что у него не остаётся свойств в Deferit, да. И, когда ты передаёшь голый объект, то Вен видит, что... Нет, я боюсь, в JAK-запросе написано для этого специальная обработка. То есть, он там проверяет, это Deferit или нет. Если это не Deferit, то это считается поризованным Deferit. Скорее всего, он просто оборачивает в какой-то тип класс, который из него, там, генерит. Вот здесь исходники я не смотрел. Исходники бакбоны я знаю хорошо, в JQuery там много очень кода. Бакбон, короче, чем в JQuery. Бакбон, да, он, типа, очень прозрачно, хорошо написан, типа, там всё понятно. И там код очень как-то просто. То есть, можно сделать вот такие хаки. То есть, у тебя получается, что... Ну, фактически, у тебя есть какая-то функция, которая может расплатить ответ от нескольких запросов. Ты можешь ей дать несколько запросов, либо, там, если на один из запросов ты уже ответ знаешь, и тебе туда не зачем лезть, ты можешь сразу его результат подсудить. Ну, только буквально, получается. Ну, да. Синтаксический сахар. На самом деле, в экшн-скрипте сахара синтаксического очень мало. Там всё какое-то не сладкое, типа... Очень строгий получился. Да, очень строгий, аскетичный, и все ещё и боятся, типа... И строчки все такие длинные. Ну, да, для джавистов он ещё, типа, короткий. Тут я спорить не буду. То есть, код аналогичный. Я просто, типа, немножечко тут попробовал пописать мотивный на андроиде, как бы... А потом, типа, всё, что написал, ещё портировал на S3. Где-то в три раза меньше строк получилось. Вот. Но, с другой стороны, в джаве есть одна очень, там, классная фича. Можно несколько раз функцию играть с разными аргументами. Класс! А в остыне очень сильно не хватает типизированных про-бэков. То есть, делегат объявить, я не могу где-то песни... Сейчас, я тебе дам. Буду счастлив. Мы немножечко переходим на сервер. То есть, с сервером я начал работать сразу же, типа... Ну, как, я до этого кодил ещё на PHP, там, довольно долго. У меня, как у многих, есть, типа, своё самописное... Там подход такой. Есть запрос, типа, соответственно, что нам надо его обработать, там, слазить в базу, там, что-то отрендерить, какой-то темплейт. PHP — это темплейтный язык, который почему-то используется для игровой логики точно так же, как... Но, в отличие от экшн-скрипта, PHP — это вообще не язык. Это темплейтная оболочка. Вот. Посмотри. Которое для одного действия может быть пять функций. Вот. На самом деле, важно не это. Важно в том, в том, что флэш издавался для баннеров, типа, но используется для игровой логики — это нормально, потому что там для этого есть инструментария. А в PHP — нет. Вот. Ну, мы от реквистовались. Я сразу же начал работать с синхронным веб-сервером, с твистедом, и что-то вот мне сразу как-то с твистедом, а потом попозже вот уже на вайс-димс мы перешли на торнадо. Вернее, не перешли, а сразу начали использовать. И там, когда я начал работать с синхронными серверами, мне как разработчику флэш с очень большим опытом работы сразу показалось что-то знакомым. хотя для серверных программистов этот подход не очень важен. В чем это все состоит? Ну, в общем, есть такой вот класс «Tornado Concrete Future» — это ближайший аналог вот этого «Dollar Callbacks», который мы там рассказывали. Но тут подход немножечко другой. То есть «Future» он инкапсулирует результат асинхронной операции. То есть предполагается, что вообще вот на серверном программировании там все как раз вот привязано больше не к объектам, то есть у них нет кнопочек, у них нет вот этих вот, которые бегают, у них есть что? У них есть запрос, который надо обработать. Это действие. То есть там изначально идет подход больше ориентированный на процесс. То есть у тебя есть запрос, тебе надо его обработать, и ты в нем задействуешь разные объекты, а не наоборот. У тебя объекты запускают там разные процессы. Вот. И соответственно что? У них каждый из этих вот процессов, он имеет результат. Соответственно «Future» он сделан для того, чтобы хранить результат процесса. То есть это не для того… Ну это не модель, это просто очень маленький объект. Вот именно он интерфейс. Почему маленькая модель? Я не назвал бы эту моделью. То есть у нас… Как это используется? То есть у нас есть, допустим, асинхронный процесс. Ну будем считать там запрос в социальную сеть. Вот. В случае со стандартным подходом с севент-листинером, то есть мы бы получили ивент, в котором там лежит лодеринфо, с которым мы там можем достать результат. То есть ивент… Вот это вот «Future», то есть в принципе это что? У нас есть обращение, которое запускает вот этот процесс, и этот процесс сразу же возвращает «Future», как вот отжали запросы возвращает «Deferit». Но «Future» проще, типа там просто есть результат. Вернее он появится, когда процесс закончится. И ты на этот момент можешь, типа, напихать коллбэк. Ну типа асинь к токенам. Да, асинь к токенам. Да, надо. Соответственно… Аддан каллбэк позволяет регистрировать каллбэк, который выполнится, когда процесс будет запущен, с экземпляром «Future» в качестве аргумента. «Exception» возвращает исключение, когда результат возвращает результат операции или выбрасывает «Exception». То есть если процесс… Ну, во флэшах все знают, что нельзя использовать «TryCatch», да? Нет, никто не знает. А в питоне с этим все хорошо. «TryCatch», «TryExcept», как он у них называется, это у них нормальная себе конструкция, с помощью которой программируют. Ну, то есть есть «Exception-driven» программирование. Чтобы сказать процессу о том, что вот у тебя что-то произошло, бросаешь «Exception». Это неправильно. Ну, это вообще неправильно. То есть использовать «Exception» для того, чтобы просто «Event» обеспечить, это просто неправильно. А что, они в «Bublish»? Ну, вот, на самом деле, я еще в «Essip», по-моему, я учу. Или «Essip», то есть тут она «Бородатная» как «9». Люди, которые на самом деле это все еще говорят, если вы это делаете, вы нехороший человек. На самом деле, то есть как, правильная работа с «Exception» — это очень хорошо. А то, что ее нет в «Exception-скрипте», а почему ее нет? Потому что Паша Коломейц как-то померил, короче, когда ты вставляешь функцию «TryCatch», она начинает где-то раз в пять медленнее выполняться. Даже если у тебя там «Exception» нет. Это, типа, ну, бешмарками померяно, это как бы против этого. А? В «Essip-скрипте» или в «Essip-скрипте»? В «Essip-скрипте»? В «Essip-скрипте» Ну, вообще, «TryCatch» очень часто. Вот. Плюс еще, короче, «TryCatch» надо уметь пользоваться. То есть, «Lowly Exception» как «Exception», то есть это, ну, как у «Flash error» есть, да? Все «Error», которые у вас субкласса. Соответственно, когда ты пишешь «Catch error» равно, там, вот это, вот в «Pittone» за это, короче, я вот прихожу вот так вот и делал. У вас так физрук в школе делал. Ну, то есть, серьезно. Но я, то есть, за вот это вот я начинаю бить сразу. То есть, это, короче, там… У тебя в программе предусмотрено что? Что у тебя есть выражение, которое может выбросить какую-то точно определенную ошибку. Ты об этом знаешь. Соответственно, ты должен вот эту вот ошибку написать. Для нее хендер, для нее хендер. А если ты не знаешь, какая там у тебя ошибка происходит, значит, она должна быть выброшена. Вот. Как exception, то есть, она должна поломать тебе сервер. У тебя должны отвалиться все юзеры. У них должен не сохраниться прогресс. Чтобы ты это все как можно быстрее, сука, пофиксил. Так нельзя делать. Так нельзя делать. Да. Обычно это делают те, кто… Давай-ка вы как-нибудь, может быть, потом посмотрим. Да, давайте закостылим, типа, и с этим костылем потом полгода живем там. Хорошо, он у тебя вызывает там кучу всяких непонятных багов. Ты не можешь выяснить, откуда они. У тебя нет проекта ни логов, ни фига. То есть, это отдельная штука. Кетча трейс там, например. Правильный подходчик. Вот. Так вот. Асинхронный процесс, он у тебя может сам exception не выбросить. Он может выбросить result, когда ты вызовешь вот result в future. То есть, exception бросается, но в future его уловит и записывает у себя. Соответственно, ты там можешь его получить. Либо через exception, как объект, либо если ты вызвал result и там, типа, при этом случился exception, тогда он уже выбросится. То есть, он сам фрайс прописывает. Он сам прописывает try и вырезал тебе его, как мы все равно записывается. Примерно так. Ну, немножко там по-другому, там все сложнее, потому что оно все на соке. Дальше. Да, просто состояние. Ну, в future два состояния. Завершена, не завершена. Будущее наступило или не наступило? Да. Торнадо и аук. Асинхронные процессы на сервере, как правило, связаны с сокетами. Сокет – это объект, похожий на файл, который может находиться в двухсостоянии записи чтения. Ну, как правило, у них еще две стороны. Типа одна сторона пишет, другая читает. Бывают там и full-duplex сокета. На самом деле, я недавно посетил типа занятия. Чувак шесть занятий рассказывал про это. То есть, можно долго. Нам сейчас это не важно. Просто так вот вкратце. Который может находиться в двухсостояниях записи чтения. И all-dup использует функцию litra.os и full-limit для того, чтобы определить, когда сокет изменит свое состояние. То есть, сокет изменит состояние, выбрасывается… Event. На который можно добавлять callback. Ну, я так подергал немножечко метод, чтобы было понятно, что, в принципе, там ничего такого нового и для флешеров нет. Но есть немножечко несколько сумм. Есть AdHander метод, который регистрирует callbackHander, который будет выполнен, когда сокет с дескриптором FD сгенерирует один из event в списке event. То есть, они сразу подписываются листом. Event.set.list.array. И ты можешь подписаться на то, что сокет перешел в read, можешь подписаться на то, что сокет перешел в write. И, соответственно, там дальше, если сокет перешел в режим write, ты можешь туда писать. А отдавать своему клиенту, типа, ответ на сервер. Если сокет перешел в read, ты можешь оттуда читать. Тут два варианта. Вот. И у тебя на вот это вот сработает хендер. Дальше. Add callback. Запускает callback на следующей итерации улуп. То есть, это очень скоро, но в следующем другом стеке. Очень удобно, чтобы отпустить что? У тебя есть один процесс, да? Ты хочешь, чтобы у тебя что-нибудь еще там поделалось. То есть, ты получил уже ответ с сервера и ты начинаешь ждать уже следующий, предположим. Но тебе этот ответ еще надо обработать. Соответственно, вот этот ответ у тебя уходит в обработку, а ты тем временем подписываешься, типа, на следующий цикл и улупа для того, чтобы снова начать, типа, получать ответ, ну, информацию с клиентов. Вот как-то так. То есть, у тебя есть вот стек, он еще выполняется, выполняется и ты, типа, переносишься на следующий. Цикл и улуп, он запускается вот через вот этот ипол, через операционную систему, там, фактически, ну, по таймеру, очень маленький. И улуп от фьючер запускает коллбек на следующей итерации и улуп после того, как фьючер будет выполнен. То есть, ты передаешь фьючер туда, фьючер завершилась и вот как только появится возможность, когда у нас, типа, отпустится стек, когда, типа, можно будет начать делать что-нибудь еще, мы тогда вот этот коллбек и запустим. Вместе с фьючер в качестве аргумента, если там что-нибудь обработать. То есть, опять же, у меня есть серверный клиент для, там, API социальной сети. Я ему сказал, типа, полезь в одноклассники, скачай всех друзей вот этого товарища. Вот, этот метод мне вернул фьючер. И я, типа, ее засунул в go-on-loop, в этот вот фьючер. А сам начинаю, там, короче, этого товарища в базу записывать. Уже, типа, блокирующие операции, то есть... Дальше. Эд таймаут запускает коллбек после наступления дедлайна. То же самое. То есть, в принципе, время может быть и больше дедлайна. Если ты там что-то делаешь такое, что у тебя заблокировался полностью твой поток. Вот. Но он запустится уже в другом стоке. То есть, ты просто убираешь функционал какой-то на следующий момент, когда его можно выполнить. Таким образом, ты отпускаешь свой основной поток и можешь там делать что-нибудь другое. Например, обработать другого пользователя. Вот. То есть, здесь таймаут более по смыслу правильный, чем в том же джимэскрике. То есть, действительно, когда время вышло и уже ждать дальше... Ну, тоже. Это может вызвать кучу нюансов. Да, может. Я же говорю, очень надо... Здесь основной нюанс в том, что тебе нужно отпустить основной поток, чтобы ты мог сделать что-нибудь еще, пока у тебя идет асинхронная операция. Асинхронная операция может быть какая угодно. То есть, это чтение с API социальной сети. Это может быть обработка типа лонгпол запроса. То есть, лонгполинг вот у нас в игре реализован. То есть, она флеш типа запрашивает у... Как-то в разных потоках будет или как-то? Нет, во все в одном потоке. Но просто у тебя есть вот этот иулуп, который может постоянно выполнять. Я понял, понял. Иулуп это как бы клапан двусторонний такой, да? Нет. В другую сторону позволяет тебе пропускать? Ну иулуп это как же работает. По таймингу называются... Да, это очень похоже на энтерфрейм. То есть, он немножечко... Но здесь есть окраска у каждого энтерфрейма. Они каждый раз противонаправленные, получается? Нет. То есть, у него цикл иулуп идет постоянно. То есть, он может следить за сокетами. Это один из его вариантов функционала. Ты можешь к нему добавить несколько сокетов, и пол будет за ними следить. То есть, когда сокет перешел так в состояние, но при этом у него еще постоянно выполняются циклы вот эти вот. Я понял. То есть, смена состояния сокета и цикл иулуп в две разные вещи? На самом деле, во флэше он точно так же. Внутри и зашили. Верно. Вот я вот то же самое заметил. То есть, когда он с этимулупом стал работать, то это вот самое оно. То есть, у тебя во флэше есть какая-то операция. Тоже Ленина. Посчитать анимацию, да? То есть, получилось, что у тебя анимация... Все надо посчитать 158 кадров, короче. Вот такие. По сути метрановые, которые тикают. Да. То есть, он тикает постоянно. У тебя приложение постоянно выполняется. То есть, каждый раз, на каждом тике у тебя получается новый поток. То есть, ну вот, что-то такое. Ну и переходим непосредственно в библиотеки. Потому что ты будешь сформировать? Да. Вот. То есть, это было то, откуда я украл. Соответственно, библиотека называется «Дзыга». Сейчас мы ее выложили на гитхаб уже полностью. До этого была. Но я ее переписал, короче, за последние два месяца. И переписал до такого состояния, что мне даже не стыдно прийти и не рассказать. Прекрасно. Я не знаю, что здесь у меня стыдно. Соответственно, в ней есть некоторый функционал, который… Ну, то есть, здесь не полный список. Здесь список, который касается чисто асинхронных задач, которые я там перечисал в самом начале. То есть, это, во-первых, диспетчер-прокси. Это прокси для работы с вентами, то есть, где написано достаточно много всякого приятного сахара, то есть, которого, в принципе, мне не хватало. Я его несколько раз пытался писать. Несколько раз писал, использовали, типа… Ну, и вот, в конце концов, получился вот это. Ты его можешь обиксировать? Не совсем. Это прокси. Оберточки. Оберточки, да. Promise Once – это работа с коллбеками. Promise – это, скорее, вот аналог джаваскриптовского коллбека. Мы там перейдем дальше. Once – это Promise, который резолвуется только один раз. То есть, дальше Task – это абстракция дасинхронных процессов, аналог дефереда джаваскриптового. Только в чем он отличается от самого дефереда? В том, что в дефереде функционал не пишут, а я вот хочу писать. Поэтому мне, собственно… На самом деле, и для дефереда, и для коллбека есть достаточно неплохая либо маленькая экшенскриптовая, то есть, но мне ее не хватило. То есть, именно потому что… Да, да, да. То есть, дальше Loop Task – это, короче, попытка перенести вот этот вот торнадовский Loop на… Ну, вернее, не совсем торнадовский. Сейчас, типа, в питоне, в комьюнити там написали большой-большой PEP и ведут активную разработку там… Ну, нового веб-фреймворка для таких вот асинхронных веб-серверов, то Elite называется, в принципе. Там больше… Орнадо просто в последней версии попыталась под этот PEP немножечко свой код подвести. Что такое PEP? PEP – это, короче, когда… Ну, это документация, написанная для чего-то, вот что может быть реализовано. То есть, там люди сначала пишут документацию, там описывают все интерфейсы, методы, как они должны вызываться, что они должны делать. А как это написано, это уже, типа, твое дело. Ты можешь у себя входит сказать, вот, это типа реализация PEP, там, вот это вот это. И все будут уже понимать, что, в принципе, ты можешь дать что-то документацию, не писать, а у нас же есть. Ага. Вот. Типа, вот, у питонщиков это общепринятый, типа, подход. Соответственно, Loop – это аналог и у Лупа. Loop-Task – это как раз вот это вот или побольше фича. То есть, это таск, который работает с умом. OrgZigEvents – это вот как раз вот это для event-ов. Это расширение функционала event-диспетчер. То есть, он проксирует любой event-диспетчер с лошовыми этими. Создан для того, чтобы облегчить с ним работу. Привязка добавлена к лошовому event-диспетчеров и обработчиков. Событий к конкретному классу с возможностью быстрого удаления зарегистрированных обработчиков. То есть, то, что мы видели в бэкбоне. Когда у меня есть некий объект, в который складывается определенный набор event-листенеров и полбэков для него. И, соответственно, мы можем ловким движением руки все это почистить или там неловким как-то по-другому. Дальше. Там еще, типа, я замечал небольшое улучшение производительности где-то, когда у тебя, типа, много event-ов, они блокируются. Ну, фактически, что? Если ты добавляешь много колбэков через эту штуку, они там складываются в очередь внутри, у себя. И event-диспетчер вешается на самом деле один. Соответственно, у тебя получается вот такой вот стек немножко быстрее работает, чем обычно. Ну, это когда их много, а так вообще медленнее. Краткое описание. В общем, дублирует функционал. Я тут тоже дублирую функционал. Вот это я писал где-то в часа в 2 ночи сегодня. Дублирует функционал для добавления обработчиков в события, а также проксирует нативные методы. Реализует event-диспетчер. То есть он такой же event-диспетчер, как и все остальные с ним. То есть у него все вот эти методы тоже есть. Для обработчиков, добавляемых через dispatcher proxy, создаются экземпляры класса event-диспетчера, которые затем сохраняются в локальную для данного экземпляра коллекцию для обеспечения лучших возможностей манипуляции обработчиком. чем нативным event-диспетчером. То есть для каждого создается обертка, которая содержит this-аргумент, к которому приблизываются данные, короче, callback аргументы для него. И когда у тебя срабатывает event-listener, у тебя запускается не callback напрямую, а он запускается через вот этот event-listener, который его патчет твоим засон, твоими аргументами. Позволяет добавлять аргументы в обработчики событий, биндить их к другим объектам, а также регистрировать обработчики, которые автоматически удаляются после первого визота. ну и иных код. Описание интерфейса. Это вот listing. То есть стандартные, нативные add event-listener, add-dispatch event, вот это вот все, они работают как обычно. То есть они просто пробрасывают это все на aim-dispatcher. А вот этот list-sacra, он сделан через дублирующие методы, то есть listing, стоп-listening. Стоп-listening позволяет отписаться от всех ивентов с данным callback, то есть, ну, работает как и в этом. То есть ты можешь указать callback, можешь указать event-type, можешь не указывать вообще ничего, это это все вычетится. Вот. listing tool, как в Бонне я говорил, то есть можно, ну, повесить у себя внутри, сохранить обработчик для event, который выбрасывает другой объект внешний какой-то. И, соответственно, там же его держать, и там же от него и отписываться таким же способом. То есть здесь есть еще та же. Если та же не укажешь, тогда у тебя уберется он крик со всех, допустим, объектов, которые данная прокса совершит. Триггер для простых ивентов. Триггер 2 есть просто триггер, когда без тарджета. То есть у каждой прокси у него есть дефолтный тарджет, это типа тот, с которым он создал. Есть типа внешние вот эти тарджеты. Триггер 2 это работает с внешними тарджетами, в том числе есть с собой самим. А триггер работает типа с внутренним. Соответственно, что у нас? С event type можно просто бросить ивент со стрингами. Чисто сахар. Есть listening to, и с listening тоже есть. И listening без тарджета, и с listening to тарджетом. Соответственно, можно сделать запросы. Event type может быть не указан, callback может быть не указан. Все опционально. Если вызов без аргументов идет, тогда просто он возвращает true, если есть вообще какие-то callback. Если в самом проксе никаких callback не зарегистрировано, тогда он нативный запрашивает. Если это возможно. Вот примеры реализации. Я делал вот такую маневую helper функцию. Это, собственно, event dispatcher.deo. Вот так вот это выглядит. Диспетчер.deo создает экземпляр dispatcher proxy. То есть это функция, ее можно заимпортить. Она просто возвращает, ну как конструктор, фабрика. И, конечно, я вот субклашу. То есть ты не скачиваешь. Диспетчер от листера. Да, дальше вот пошел чейнинг. То есть листер, он возвращает себя же. Соответственно, можно сделать чейнинг. То есть можно взять вот так вот одним ловким движением руки, все обвешать те листерами, которые надо, а потом удалить. Почему тебе это слабо получается? Вот этот вот последний листернер, это тип условный. Он регистрирует event added to stage. На него callback init view. True означает, что он уберется сразу же после выполнения. Ну, это this arc. То есть, а вот это передается в качестве аргументов callback. Сразу после event. То, что вернется на каждый из этих? Ммм? На каждый из event версии даже вернется вот этот массив, даже ты нет? Нет, только на последний. А, на этот истейт, да? Те, которые подписывают к этот истейт. Я понял. Да. То есть, вот на init view в него придет первым аргументом event, ну, потому что типа так надо. А вторым аргументом вот придет строка тоже ты нет. Если там будет больше элементов, то есть это массив аргументов. То есть, не сам массив передается, а элементы вот этого массива. А как там типизация функции эвент диспатчера? В смысле? Она возвращает event с себя же. Event dispatcher, да? Да, она возвращает свой event dispatcher, соответственно, то есть ты... Ты даже action script? Да, я не расскажу. А внутри листинга там есть, или там внутри листинга там есть, или там все строго типизировано? Строго типизировано. А, понимаю. Там типа по дефолту возрастает значение, да? Она возвращает, на самом деле, инспейс. То есть у нее по сигнатуре она возвращает интерфейса и диспатчера в проксе. То есть, соответственно, ты можешь вот такие вот штуки писать. Больше похоже на джавский играм. Но знаешь... Она просто точно как написала. Сложно не трое слово получается. Разве набор параметров может принимать функции, и я об этом никакая подсказка в ходе не скажу. Ну, есть JS-докер. Ну, как? Которая, в принципе, идея та же самая парсия. То есть питомным на самом деле тоже язык, и там можно что угодно делать. Но ты там пишешь докстринг, и он имеет такую же... Такую же типу валью, как вот эти вот, то, что вы пишете типы после... Я просто помню свои эксперименты с VG3D, они всегда... То в конструктор сюда передавался объект. Хэ, не знаю, что там в этом объекте не может увидеть. Это было так удобно, как у нас... А чтобы получить диспатчер? Ну, ты можешь его создать просто не U, там, диспатчер прокси. А просто диспатчер D выдаст тебе сам диспатчер инстанс. Я понял. Более того, там тихо сделана еще такая штука... Короче, если ты вызовешь диспатчер D и диспатчер D, они все время выдают один и тот же инстанс. Внутри типа статическая мапа и... Ну, да. Статическая мапа просто. Ты можешь, то есть, как... Если ты вызываешь его через диспатчер, он тебе все время один и тот же инстанс выдаёт. Если ты делаешь конструктором просто, тогда, естественно, у тебя будут разные инстансы. В данном случае это просто helper, то есть... И, в принципе, он удобен. Там для чего там... В этом же дзыге там есть еще display object прокси, в котором проксирует в вьюхе и в которых там написан тоже разный сахар для работы с вьюхами. Так вот, она типа реализует интерфейс iDispatcher Proxy, но сама не является субклассом Dispatcher Proxy. Она делает себе instant Dispatcher Proxy через вот этот Dispatcher. Соответственно, у тебя получается, что... Ты можешь создать для вьюхи несколько проксей, но они все будут юзать один и тот же Dispatcher Proxy. Соответственно, как ты... Ну, можно чистить ивенты, типа, вот таким вот образом. Dzyga Callbacks. Это все для работы с callback'ами. Зачем делать? Замяна и расширение функционала Event Dispatcher. Более явная реализация обработки асинхронных процессов в promise можно объявлять свойствам класса или интерфейсов. Реализация жестких и направленных связей между частями приложения. Модуль, добавляющий callback в promise, имеет доступ к модулю обработчику. Модуль обработчик в обратную сторону нет. Для добавляемых callback'ов создаются инстансы класса callback, которые помещаются в сортированный список. При вызове метода Resolve все находящиеся в списке callback'и выполняются. Аргументы, заданные при добавлении callback'а, добавляются в конец списка аргументов, которыми был вызов метод Resolve. То есть ты каждый callback можешь регистрировать опять-таки с битингом. То есть то, что в JavaScript'е делается композиция и функции, и то, что в флэше я попробовал сделать, но очень неудобно, некрасиво и неприятно. То есть там можно сделать партилл. Это когда у тебя функция добавляется, оборачивается в функцию, которая в ту функцию, которую ты оборачиваешь, добавляет еще аргумент. Ну, функциональщим. То есть в экшн-скрипте это можно делать, я тут спорить не буду, но оно выглядит уродливо и неудобно. Я не могу, у меня... Мое чувство прекрасного не может это вынести. Соответственно, каждый callback-регистр он получает once, это callback, который берется сразу же. Ну, интерфейс похожий, на самом деле. То есть once, thisArc, ArcsArray и возвращает instance-интерфейс. Удаление callback, callback-function равному. Там, кроме со, у меня два режима работы есть, в конструкторе задается. Один проверяет уникальность callback, другой нет. Как проверяет, опять же внутри, типа статическая мапа. Типа, если... Для каждой функции просто генерится хэш и пхшу все реально. А? А при первом запросе рандомную строку, а потом уже беру из мапы. А? А криви не боишься? А? Не, не боюсь. Там типа... А мне не все так рандомно? А? Не все так рандомно? Ну, она типа, это, там, крк-32 от этой, от темп-стампа, если честно. То есть не все так рандомно, действительно. Запуск callback в функции resolve args. Ну, то есть, еще раз, вот этот вот на аргумент передали, а потом здесь вот это вот, вот это идет сначала, а вот это в конец добавляется. Типа, так удобнее. Я сначала сделал, как в javascript они сделали, а наоборот почему-то. Ну, не в javascript, а конкретно в бэкбоне. Вот. И там это связано с тем, что они чаще используют парцел вот этот вот, когда у тебя функция оборачивается в другую функцию, декорируется как бы снаружи. Вот. А здесь неудобно, соответственно, лучше в сигнатуру задать в самом начале, вот, жесткую, а потом уже туда, там, что-то добавлять. Вот с этим связано с тем, что вот эти аргументы добавляются после вот этих. То есть здесь ты пишешь обязательно, а здесь, короче, там, то, что уже может быть. Вот пример. Это из юнит-теста, для вот этого. Да, шум покрыто тестами. После команды теста. First callback. Ну, просто каунтеры там увеличили. Вот так вот это выглядит, тоже чейнг. То есть каждый из этих методов по возможности всегда возвращает себя. То есть, чтобы можно было писать такие конструкции, там, экономить немножечко символов. Ну, то есть, на самом деле, я считаю, что это неплохой поход. Ну, то есть, это, на самом деле, я считаю, что это неплохой поход. То есть, я не... если тебе надо проверить... А знаешь, у меня выпадает, то есть, на той строке, где ты поставил breakpoint. Да? Ну, я сейчас на Java, например, такие вещи проверяю, там не отрабатывает. Вот в идее, у меня, в принципе, оно выпадает именно там, где упало. То есть, тоже тяжелее, но на Java. Да, кстати, это с дебагом тоже связано, с функциональчиком в вакшнскрипте очень трудно использовать. То есть, там начинается полное макобесие. То есть, там анонимка на анонимке и получается. То есть, где у тебя будет в итоге breakpoint, ты не можешь понять, что у тебя там со стеком творится. А в JavaScript там и все полегче. То есть, а вот такое ощущение, он без проблем обрабатывается. То есть, это феномен. Ну и соответственно, что у нас вот этот callback расширенный. Да, расширенный. Он false что-то нечего. Ладно, что у тебя там было. Да. Ну, тут должно быть написано. Ну бывает. Да. Тут должно быть написано call. То есть, а как она именно тест проходит? Тест копипаст. не стоит. Ну, в общем, принцип понятен. Клир, короче, вычищает все, то есть, бромюс потом можно еще повторно использовать. то есть, то есть, в jQuery тоже, они вот это все делают так, у тебя callbacks отработал, типа, до свидания. у тебя дефер отработал, ты его состояние снаружи переключить не можешь. Мне это показалось не очень удобным, типа, я могу резолвить промежь сколько мне закончится, типа, и таск, ну, в тасках там сложнее, да, там, типа, из некоторых состояния какое-то перейти напрямую нельзя, то есть, у них там, я задавал жесткий workflow, точно так же, как в языках. callback once в чем состоит? Если у вас был хоть один раз зарезал, то все callbacks, добавляемые в будущем, запускаются сразу же после добавления. То есть, у тебя, у тебя, у тебя есть обертка до того же самого лодера, который там, типа, грузит файл, да? Вот. Чаще всего в коде, как бывает, загрузился файл, да, типа, переходим на event listener. Вот. Не загрузился файл, тогда вешай event listener с тем вот функцией, к которой мы переходим. Вот эта штука позволяет такое не писать. Ты пишешь метод, который, как бы, выдает once, туда пихаешь callback, и если у тебя файл загрузился, он сразу же и выполнится. Вот. Если файл загрузился, ты тогда, когда он загрузился, резолвиваешь вот этот вот самый once, и у тебя все callback, которые ты туда добавил, сразу же и выполнятся. Ну, короче, когда event уже раньше выстрелил, ты некогда не подписался на него. Ну, да, да. То есть, и его тоже можно реюзать, повторно просто. То есть, как все callback, которые ты туда добавляешь, даже если он уже был зарезовлен, и они выполнены, они все равно туда складываются. То есть, ты можешь его порезовывать несколько раз, у тебя все будет запускаться, все нормально. Но просто, чтобы у тебя callback, при добавлении, перестали сразу же запускаться, тебе надо... Ну, то есть, если файл хочешь перекачать. task, это для реализации асинхронных процессов. То есть, как я говорил, в Deferity, то есть, они функционал не пишут. А я хочу писать, почему? Потому что, типа, я подписал сервер, это мне кажется удобным. То есть, мне хорошо, когда у меня есть процессы, и я для этого процесса пишу, типа, отдельный класс, который там умеет делать там что-нибудь. ждать, например, когда игрок нажмет на вот эту кнопочку. Ну, как вариант. Или там ждать, пока файл скачается. То есть, для вот этих вот вещей task. Соответственно, все переменные и методы, которые связаны непосредственно с этим процессом, можно написать вот в этом task, вернее, в его субклассе. И оно, как бы, не будет термозолить все вот эти вот херня в каких-то там других местах. Да, у тебя кост взрывается, у тебя получается, вместо одного большого типа обработчика всего много-много-много маленьких классов, но за то, типа, ты знаешь, вот у тебя глючит передвигание стулья, да, ты идешь в процесс, который передвигает стулья, и там это правишь. То есть, более логичная организация. Более того, это может привести к большим возможностям повторного использования кост, для того, Потому что, ну, тут объяснять, наверное, ничего не надо. То есть, ты делаешь интерфейс для task какой-то, который выполняет какую-то задачу. То есть, один может слушать сервис листы, обычный дисплей, другой на стартинге. Оба реализуют один и тот же интерфейс, и ты их просто переключаешь, в зависимости от того, как там у тебя угодно. и, соответственно, у тебя есть какой-то функционал, который этот таск везает, и который этот, он, и вот этот вот самый функционал, где там, игровая логика, бизнес-логика, тебе уже менять не надо, тебе надо менять только реализацию вот этого всего, или загрузки там, ну, что угодно. То же самое, организация жестких однонаправленных связей между номерами. То есть, ну, вот. Он содержит пять промисов, которые реализовываются на разных стадиях процесса, и куда внешние модули могут добавлять callback. Startup, Done, Failure, Finish, и Progress. Finish выполняется, когда либо Dan, либо Fail, типа по-любому. Progress, вообще они все запускаются вручную из самого task. Можно и снаружи. То есть, использовать task как deferent ничего не мешает. То есть, ты можешь создать у себя там, в каком-то функционале instance, ну, instance task, поместить его в переменную, и просто, типа, запускать там аналогичные методы, которые будут все реализовывать, и выставить его наружу, и там, чтобы добавлять. А можно в самом task описать этот функционал, тут уже как угодно. Запуск процесса resolve promise start с переданными аргументами start, дальше notify, resolve, reject, то есть, ну, стандартно. Передаем аргументы, аргумент передается в каждый из добавленных callback, там, в конец списка, если у callback зарегистрирован со своими аргументами. очистки всех promise и сброс состояния процесса для ревюза, то есть, вообще, типа, я сейчас таски даже не ревюзу, я их пересоздаю каждый раз, то есть, у меня там есть какой-то кусок, скажем так, игры, да, там, перенос у трюмзакаса одного места на другое в таск. Типа, мне надо еще раз его перенести, короче, новый таск с рюкзаком и перенос. Повторяющиеся таски, да? А? Повторяющиеся таски. Ну, то есть, функционал один, то есть, у меня есть функционал по переносу рюкзака. Вот, он у меня написан в таске, типа, и больше его, в принципе, нигде особо и нет. То есть, и у меня есть буль, который, скажем так, игрок нажал, говорит, я хочу двигать стулья. Соответственно, игрок нажал на эту кнопку, я, типа, создал таск, запустил его, и вот у меня начинается, что происходит при запуске? Я, типа, мне надо, что сначала сделать? Мне надо, чтобы у меня игрок выбрал стул. Отлично, я запускаю таск для выбора стула. Что делает таск для выбора стула? Он, короче, слушает мыши. Ну, сколько-то ездит машина. Ну, да. На лапсун, по-русски. Жаль, что нету Владимира Кажаева. Не буду там. Ой, да. Это за форшков что ли? Кстати, можно что-то? Он был зарегистрирован. Наверное, испугался. Вот. Да, это стейт-машина. Все верно. Зачем делался? Реализация фоновых процессов, анимация, обработка интерактива, замена маус-муфа. То есть, маус-муф нельзя из записи знать, да? Не, не то. Ну, вызывается чаще, чем интерфрейм. Соответственно, попробуйте большой объект подвигать, будет классно. У нас обрасчет карты просчитывался по-моему, я это буквально не окрашиваю. Ограничение количества запускаемых каждый фрейм обработчиков с целью поддерживать заданные МПС. То есть, ты менеджер коллбеков, которые запускаются на интерфрейм. И, соответственно, коллбеки, которым некогда запускаться, запускаются как-нибудь в другой раз. Вот. У тебя, соответственно, получается более смузи, у тебя не выучится типа флешка. Ну, ну, хорошо, в общем. Хорошо себя показало. То есть, написали давно, типа, это где-то третья реализация уже этой штуки. Вот это, в принципе, получилось немножечко удачнее, нельзя сказать. принципиально, ничем не отличается. Вот. Существует, где-то вот еще Сенсоло, мы там первый раз написали, типа, с Тимуром. Ну, мы там, до этого пытались создать, короче, и Двин Лайт, и самописно все это вот писали, короче, перемещение персонажа. А там игра очень тяжелая была. То есть, что у нас было? Там, несколько слоев текстуры на этом, по-морски отрисованных. Потом, короче, каждая вот эта вот куколка, это отрендеренный секвенс, в нем карта цвета, Zed Buffer, 64-битный, то есть, два канала. Потом, короче, карта покраски. Вот. И таких предметов персонаж, персонаж, то есть, это сам персонаж, броня, перчатки, эти сапоги. Короче, все вот это вот надо было, шлем, да, оружие, все это еще, типа, сверху красилось, все это надо было посчитать. И их должно было быть, по-моему, 10 на 10, что-то такое. Вот, они должны были ходить, ходить быстро, соответственно, то есть, приходилось очень много ебываться. Вот это решение получилось то, что нам в итоге помогло. Позволять запускать кулбеки каждый фрейм в том же фрейме, но в другом стеке, или, если есть возможность, по тайм-ауту. Поддерживать приоритеты. То есть, каждому кулбеку можно задавать приоритет. Если очередь кулбеков выполняется дольше зависящего от FPS времени, выполнение кулбеков в этом фрейме прекращается, что позволяет поддерживать нужный FPS. Жертвуя, например, временем обработки фоновых процессов, ну, или кадры пропускаем в анимацию. Как уже поведет. Добавление кулбека, который должен запускаться в каждый фрейм, фрейм enter call, фоллбек, приорити, this arcs, arcs array, то есть, стандартный этот приоритет. Если 0, тогда выполнится в любом случае. То есть, даже если времени нет, он все равно будет выполняться, если ты ему задал приоритет 0. То же самое касается всех остальных. То есть, ну, если, ну, то есть, если, ну, то есть, ты тогда не участвуешь, короче, во всем там, ватбраме. Если тебе надо, чтобы по-любому выполнился, тогда приводится. ну, добавление филлбека, который должен запуститься в ближайшее возможное время. То есть, если ты вот этот вот колл делаешь в каком-то стейке, который, допустим, запустился из лупа, ну, и ты его добавляешь, как бы, в этом, то есть очень неплохая вероятность, что он выполнится в тот же фрейм. То есть, таким образом у тебя получается возможность делать функцию, которая будет запускаться столько раз, сколько, короче, позволяет время. В настоящее время. То есть, как раз вот для процессов, для реализации типа, При этом она будет запускаться каждый раз в следующем стеке, типа, и у тебя не будет переполнения в лупу стеке. Добавление коллбека по тайм-ауту, delay at call, callback, delay, priority. Опять же, если оно выполнится по-любому, то есть задание приорит 0, повышает шансы того, что коллбек выполнится именно через дилей миллисекунд. Опять же, this arc, sarx, ray, ну, в тандартном. Возвращает iLoop callback, тут про iLoop callback я не стал писать, но у него есть метод cancel, который ты можешь в любой момент вызвать, и тогда этот callback не допустится. Delay-то у нас миллисекунды? Да. А миллисекунды флота? Да. Number. Ну, я понял. А как бы, то есть мы можем сказать ему в 100 миллисекунд половинке? Да. Ну, смысла, наверное, нет, все-таки. да. 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 То есть, на самом деле, если тебе нужен call, который выполнится в следующем фрейме, ты можешь дать delay или там 0.1, и скорее всего он выполнится действительно в следующем фрейме. Вот. А если тебе в том же надо, ну, я хочу дать. Дальше пошли. loop-таск служит для реализации задач, требующих значительного времени для выполнения, например, при процессинге анимации. Метод run экземпляра класса будет выполняться при помощи метода loop-call каждый фрейм столько раз, сколько позволяет время. Можно задавать приоритет выполнения callback. Это субкласс task. То есть, у тебя что получается? У тебя task. На старте он добавил callback свой loop. И когда ты сделал ему resolve, он, соответственно, его оттуда убрал. Вот. И тебе вот с этим loop-ом просто вот ты о нем даже не знаешь ничего. Оно типа все внутри как бы там написано или есть. У тебя есть запуск процесса, есть завершение процесса, есть метод, который типа у тебя как итератор получается. Который выполняется столько раз, сколько позволяет время в настоящий момент. То есть, хорошо для всяких числа дробилых тяжелых. То есть, когда там считаешь битмаркетом, вот это все. Пока на продакшене нет. Вот это и есть. Frame-inter task служит для реализации. Ну, там Лену просто тупить, не знаю что. Там кода очень много переписывать. Я сон. Вот. Вот. Org ziga even loop frame-inter task служит для реализации процессов, которые отвечают за обновление экрана, анимации или за отслеживание происходящего на экране мышь, положение движущегося объекта. Так же как loop task должен содержать метод run, который при помощи метод loop frame-inter call будет спускаться каждый фрейм. То есть, он добавляется не в call, а в frame-inter call. Соответственно, то есть, все получается с запуском раз в frame. А твиннер любой, то есть, пожалуйста, только твиннер, который не будет, там, как-то вот так вот прыгать, а будет прыгать более предсказуемо. Вот. В принципе, туда вот как раз в четверг со Skoda писал, по-моему, Free Seizing. До синтаксического сахара, который есть в Twinlight, там, наверное, надо чуть-чуть еще поработать, но, в принципе, все то же самое сделать можно. Ну, вот, типа, не видно ни хера, да? Да. Скачивать можно. Не, можно, наверное, сделать вот так. Тиннизированный просмотр. Ну, да, я выбил, по возможности, обираю, там, всякие вот эти вот. То есть, здесь, на самом деле, только часть методов. Ну, здесь вот, типа, наверное, вот это скоро уйдет. То есть, я вот это вот делал для чего? Для того, чтобы у метода run, надо было четко задавать сигнатуру. То есть, потому что вот override вот этот вот с жесткой сигнатурой мне не очень нравится. Плюс еще из питоновской вот этой вот фичи мне очень хотелось, чтобы task имел результат. Соответственно, то есть каждый run, он записывает свой результат в поле соответствующее, который может быть полученным потом гетером. И поэтому вот метод run, он динамический. То есть, если он есть, то вызываем его. Если нет, тогда возвращаем пустую функцию. Так. Мышки нет, да? Мышки нет, да? Попробую сильно влево мышку. Там просто рабочий стол расширен. Тут надо затащить рабочий стол на мониторе. Вот, собственно, вот этот вот метод, он и добавляется в coolback. Тут все тривиально. Если task запущен, тогда записываем в результат то, что выдал callback. Если task, опять же, запущен после вот этого всего. То есть, вот этот callback у нас, в принципе, может полизовывать task, что, в принципе, чаще всего и случается. То есть, у нас, если там анимация посчиталась, да? Соответственно, то есть, дошли до последнего кадра, мы израна вызываем резов. Или, короче, мы все больше не хотим эту анимацию считать, там, reject вызвался. Соответственно, поэтому два раза проверка идет на здесь старт, а здесь старт. Если он старт, тогда повторяем вот эту вот операцию. Добавляем его, типа, в ближайший... Ну, выполнится как только сможет. Увидимся. Время? Время. 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 Ну типа да, мне не хотелось очень сильно на две страницы разбивать, но видимо надо было. Два вот метода loop callback cancel и loop callback remove, там есть просто отличие небольшое. Можно callback запенцелить, тогда он при следующей итерации уберется сам. Типа это как бы preferred way, потому что там внутри priority query, там типа логарифм как бы, ну два раза, ну за логарифм это быстро, но все равно типа не хочется. То есть соответственно это что позволяет сделать, у нас там все равно итерация по callback не происходит, можно его прям там удалить. А у callback remove он действительно удаляет его из этой. Это нужно когда таска очищается, то есть когда вот таск полностью закончен, тебе надо callback брать прямо сейчас вот сразу, чтобы он уже, типа не было никаких, чтобы может быть дополнить, добавить себя же, то есть по новой. То есть как-то так, то есть loop callback remove он вызывается на clear, loop callback cancel он просто cancel callback, типа и он тогда ударится на следующей итерации, когда появится возможность. паблик функшен старт, паблик функшен резовки, типа все просто, то есть обычно это можно было выглядеть и сделать попугнее. Ну вот типа пример реализации немножечко мышечного интерактива, с помощью этого всего. Трекинг актив поле, которое переключается на обычные mall советы, roll-on, roll-out в данном случае, то есть есть карта там, есть мышка на карте, значит надо трекать, нет мышки на карте, не надо трекать. Соответственно loop callback register, который запускается типа, ну то есть зашли на мышу, добавили callback loop, убрали мышь, убрали callback loop, не надо трекать. То есть что это делает task, он отслеживает положение мыши по вот этому вот интерфрейму, типа и на продакшене он делает хит-тест по объекту. То есть соответственно операция достаточно тяжелая, если мы будем делать на mouse move, там получится как бы не очень хорошо. Плюс он там еще хайлайт имеет, то есть там перерисовка, соответственно мне надо сделать чуть реже, чем обычно. И желательно еще, чтобы она не мешала там допустим анимации проигрываться, потому что вообще-то это не очень важно. Соответственно два event listener, tracking, disable, tracking, enable. Вот, это сам запуск task непосредственно, то есть view это дисплей proxy, который типа имеет то же самое, что dispatcher proxy, про который я говорил. Соответственно вот она вот эта цепная конструкция. Там у меня строчек меньше, здесь просто не помещалось нам двигать на самом деле. И соответственно сразу же завершили promise, если он есть. И на стоп то же самое, то есть stop listing, tracking карте. Ничего мы не знаем про view в данном конкретном случае, то есть кроме того, что это либо из какого-то класса, либо интерфейс. То есть view в данном случае является property задачей, задачей по отслеживанию мышц. То есть таких вот трекеров у меня там три. То есть один отслеживает ячейки изометрические, другой отслеживает объекты интерактивные с фильтрами, и третий отслеживает эти комнаты. Соответственно что получается, у каждого своя задача. Каждый является субклассом вот этого кода. И в каждом из них просто метод run проверяем и все. Вот, если мне не нужен в настоящий момент отслеживание предметов, я выключаю task. Если мне короче не нужно отслеживание комнат в настоящий момент, я выключаю task. То есть если оно мне нужно, я запускаю task. Если мне нужно отслеживание только стульев, я короче в task еще передаю фильтр. Что типа вот на тебе стулья отслеживай. Который будет фильтровать объекты по стульям. Выключаю, включаю. Это пауза и пауза? Нет, это старт-стоп. В данном случае. Да, вот эти я реюзаю как раз. То есть я не реюзаю более сложные. То есть у меня есть таски, которые запускают другие таски. Вот эти вот я делаю сразу. Но их стопы сложно? Ну, они все равно в итоге стопаются. То есть он же когда-то заканчивается. То есть ты выбрал стул, надо его передвинуть. Ты передвинул, нажал на этот и все. Дальше у тебя пошла игровая логика, которая типа запускает на сервер. Вот игрок хочет поставить этот стул здесь. Вот task про это ничего не знает. Он знает о том, что игрок нажал, выбрал, хочет, выбрал вот этот стул сначала, а потом типа... После этого он... Во фигне, которая называется school, я отпустил брызгку в этом. Да, да, да. Да, совершенно верно. И какая это именно фигня? Он тоже там не прочее не знает. Она там реализует какой-то интерфейс, который нужен вот этому таску. То есть у тебя, получается, возможности для реюза кода достаточно большие. Ну, на практике, не знаю, пока никакого профита в плане реюза не дало. Запутал профит в том, что мы разобрали вот такие вот свитчи. Вот там был классный полторы тысячи строк. Я туда залез, короче, посмотрел. Ну, типа, не знаю, вот Сашков бы или Лена, наверное, стали бы с ним влюбаться. Я не стал. У нас запись. Звуки пить. Мы уже цивыкли. Из интернет-шоу. В общем, все. Я, кажется, закончил, то есть больше у меня слайдов нет. А у меня один вопрос, это самое. Внутри вот этот вот event2. Конечно, статика. Каким опытом он будет? Конечно, статика. Там, типа, есть один обработчик, который подписывается на интерфрейм. И, соответственно, все callback-и. То есть там в чем? У нас изначально была реализация статическая. То есть это был статический singleton. Туда, типа, добавлялись callback-и. Там все. Сейчас я его сделал не статическим. Ты можешь создать много инстансов loop-а. Разница в чем? В обработке никакой. В том, что callback-и, которые добавляются в твой инстанс, они в нем и хранятся. Соответственно, ты, типа, у тебя что получилось? Ты, короче, создал у себя в каком-то куске приложения инстанс loop-а или его субкласс даже. Который умнее, типа, лучше, быстрее, сильнее. Или генерит другие, типа, callback-и. Вот. И там вот с ним и работаешь. То есть у тебя все твои callback-и, они лежат вот именно вот в этом вот инстансе loop-а. И ты их оттуда, когда ты чистишь этот loop, они же и удаляются из статики. Ну, понятно. Я могу там, допустим, один сделать на драге всякие, второй на логику, третий. Там, в общем, есть callback, который добавляется на enter-frame и на exit-frame еще для этого. То есть у него есть еще можно на exit-frame. Тут точно так же добавлять callback-и. Тут просто не было указано. А как он меряет остаток или время на следующую задачу? Очень просто. Он итерируется по очереди. У него там три очереди получается. То есть он померял время перед вызовом, после вызова, если осталось, то типа вызов. Да. Нет, нет, нет. Дитайм. 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 Вот, в принципе, то есть мы замеряли производительность предыдущей реализации. Получается сильно быстрее, чем добавлять, короче, на каждый callback свой. Вот. Значительно быстрее. Оно было лагало, короче... Ну вот в предыдущей реализации там было очень много сделано для того, чтобы облегчить само добавление callback, потому что оно бывало, что лагало, потому что там сортировка типа там. Соответственно, мы что сделали? Мы там сделали пулинг для вот этих вот callback. Плохо. Почему? Потому что, то есть, как получилось, ты добавил туда callback, сохранил его себе, потом тебе надо его удалить, ну типа для оптимизации. Так же лучше ты передал callback, его там быстренько нашли, и в этой очереди выпить делить. Ага. Соответственно, что, а callback, получается, его можно удалить из нескольких разных мест, а можно и не удалить. И он в пол уже попал, а сам потом еще из пола где-то взялся, а на самом деле он еще запускает ту же функцию. Очень много раз ловили этот глюк, убрали сейчас пулинга, не получается. Вы не пробовали. Я в одном проекте провал такой теме, у меня обычно секундный таймер плюс эндергрейм замеров по времени на этот кадр. И получается, у меня два callback, математика считается по секундам, математика легче, и я в этот же callback по секундный тоже тяжелый секретарь. Я вот после того, как вот эту штуку написал, я перестал использовать таймеры. Потому что там ивенты. Вот. То есть я перешел полностью на Delight Call, он мне все мои нужды в таймерах типа заменил. То есть я вместо того, чтобы подписываться, создавать инстанс таймеры, подписываться на ивент, который типа сработает, писать обрабочек, я просто добавляю клуб обрабочек, что ты делаешь. Так как у меня тоже глобальная такая херня была, один глобальный диспатчер секундного, то есть я один в том же классе. То есть там два куба, там мы добавили от таймера и от преймера. Таймеры возвращал, что-то там я не помню короче, а преймеры возвращал в дельту предыдущего кадра, чтобы я мог свои предмашки подать. Ну тут у нас похожая штука есть. Я недавно нашел похожую очень реализацию у нас на хардкозные эти точки входа в разные места приложения. Я думаю, что очень быстро и очень хорошо на самом деле. Такой подход имеет право на существование. То есть на самом деле у тебя есть приложение, которое достаточно типа цельное. то есть оно у тебя никогда ничего не меняется. Там казуалка обычная, там типа шарики стреляешь, там все. Набор методов там постоянно. Тебе там абстракция не нужна. Честно. Ты берешь вот этот, который у тебя по таймеру запускается и молотишь. Мне такой подход не нравится, но в принципе он имеет право на существование. Почему нет? Что касается выполнения по таймеру, то есть отдельные потоки для просчета логики и для просчета допустим анимации. Ну вообще математика вся считается очень быстро. То есть ее можно просто даже вот вообще не учитывать. Ну а хорошо. Какие задачи там адрестерировать что-то там, препейер анимации какой-то, который надо сделать за 5 секунд после того, как ее использовать. То есть заранее запустить этот препейер, оно дергается периодически. То есть вот такие вот задачи какие-то там раз в секунду, но подробно. То есть тут чуть-чуть оверхеда есть, потому что эту задачу еще надо подробить рамок на входе. Ну смотри, ты делаешь вот этот loop task, там оверрайдишь короче метод, который добавляет в loop не на call, а типа по delay call. Соответственно у тебя получается то же самое. Почему? Ну то есть ты можешь считать с более низким приоритетом фактически. Ты можешь даже не каждый фрейм считать. Каждые 5 фрейм. Каждые 5 фрейм. Нет, не пробовали. То есть вопрос был пробовали или нет? Нет, не пробовали. То есть у меня с таймерами как бы не получилось. Мне очень не понравилось, как они работают в тот момент. То есть я пробовал привязать. То есть у меня в чем был вопрос? У меня изначально что вызвало там решение, появление вот класса вот этого, вернее его первой реализации, это то что, ну у меня есть типа набор фреймов, да там 30 фреймов допустим битмапа, а мне их надо по времени проиграть. Стандартный там подход, что мне посчитать фреймы и типа у меня есть фпс там 25, соответственно если у меня там 25 фреймов проиграл, то это у меня примерно секунду заняло. Но нет, у меня типа ход 5 секунд проигрывается. Соответственно мне надо как бы вот привязываться уже конкретно по фреймам и некоторые фреймы при этом еще и пропускать. Почему? Потому что игроки с разной скоростью ходят. У него на рендере на 30 кадров. Ты можешь рассчитывать время прохождения этого интерфрейма относительно того фпс, который делал задан, и потерю вот этого времени, потом компенсирует просто тягиванием те же кадры. Да. Я это каким образом, то вот тоже с Виталиком как раз на проекте были, там вот этот движок был реализован с анимацией, то есть надо было проигрывать анимации с заданным фпс. Фпс приложения 45 по моему поставили. 60 много лагает, 30 мало, не смутит. То есть мы ставили 45 нормально. Вот. Но анимашки рисовались по 18 кадров в секунду, потому что тяжелый растр, секвенции. Ну понятно. У нас вообще по 15. Вот. И короче рисовали вот эту штуку с ручной анимацией. И вот там вот это вот использовалось. То есть каждый интерфрейм просто замера предыдущего. И получается я проходился по всем зарегистрированным анимашкам и проходил на следующий кадр, пока у меня оставалось в дельте возможность сделать это. То есть у меня есть длина кадра желаемая. Допустим там 250 миллисекунд. На текущий момент моя дельта наплюсовалась там на 300 миллисекунд. Я отнимаю от дельта 250, щелкаю в следующий кадр. 50 меньше чем 250. Мне на следующий перещелок не хватает. Следовательно. Я в буфере оставляю 50 и отпускаю. В следующем кадре у меня есть 50 плюс еще дельта добавилось. Итого у меня уже 500 допустим. Итого мне хватает на 2 кадра. Я перещелок на 2 кадра. На самом деле номер кадра можно считать даже твинлайтом тем же самым. То есть это у тебя что, у тебя есть нулевой кадр, есть короче там 30. Вот. И у тебя есть на все там 1,2 секунды. Вот тебе пожалуйста задача для твинера. То есть у тебя есть 2 числа типа, тебе надо между ними подвинуть все за время. Как она будет реализована? Тут уже не суть важна. Важен в чем? Вопрос в чем? Вопрос в том, что у тебя, если у тебя каждый твинер, скажем так, работает вне какого-то одного менеджера, им труднее контролировать вот сам вот этот вот. Вот это раз 1, наверное, все. Твинеры все равно надо на интерфрейм делать. Нет, просто по отраси. То есть в определенный интерфрейм тебе надо взять конкретное значение, которое ты там пробежал. То есть там внутри конечно же в этого лупа у него синглтон. То есть у него один обработчик, который вешается типа на интерфрейм, на стейдж, типа, вернее не на стейдж, а на объект, который ты там ему дашь, типа при инстализации. То есть там есть статический инит, и ты туда продаешь типа дисплей обжект и это. Самих инстансов лупа у тебя много. Каждый из них хранит свои колбеки. То есть вот он за этим. Но колбеки добавляются в одно и то же место. Вот так. И обрабатывается все равно по факту одним и тем же интерфрейм. Да, да, да. Обрабатывается одним и тем же интерфреймом в одном и том же тайминге. То есть там просто идет итерация по... Ну, я вот нашел библиотеку где-то два месяца назад. Очень хороший порт джавовских коллекций. Нэкшнскрипт, астейкоманс, коллекшнс. Класс. Всем рекомендуют. Очень здоровская вещь. Да, по свидетельству. Да, по свидетельству. Библиотеку. Ммм. Астейкоманс, коллекшн. То есть... Многие библиотеки, они уже как бы дозрели и все и улучшать нет. Там даже нечего улучшать, потому что, я же говорю, это порт, ну то есть это порт, 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 порт. Как-то так. То есть... Там что есть? Там есть linked list, linked set, linked map, sorted map, там все что угодно. Вот там вот стоит этот priority query, которая реализована как sorted set. То есть, соответственно, у меня получается, что у меня добавление коллбэков за алгоритм и мне не надо это писать. Это очень хорошо. То есть... Ну... И я залез внутрь и тоже, типа, не нашел для себя ничего страшного. То есть... Ну и просто увидел, что это порт жаловского хода. В принципе, то есть, если вот такая библиотека, в которую ты залез и... Я только за, если ее можно поюзить. А если ты видишь, что можешь сделать лучше, то я считаю, что нужно делать. Старлин. Могу сделать лучше, но это вратай на полгода. Ну, что делать. Нужно подумать. Это прижат физерс. Ну, физерс, на самом деле, не больше. Ой, буй – это вообще боль. То есть, вообще, в программ... Ну, то, что в продукте, который делался изначально для того, чтобы делать буй, никто не хочет делать буй – это, типа, вообще ужас. Найти программиста на то, чтобы он делал буй – это, короче, оказывается, задача вообще капец. Никто не хочет делать буй, правда. Все хотят делать, чтобы у них там... А вот поэтому и буй – нет. Так, если на фиксер писать, нормально. Я очень люблю фиксовый буй. Но... Да, я тоже люблю. Только для демолтных тулзов, как бы. Я тоже люблю фиксовый буй, но он, к сожалению, не совместим с жизнью, потому что там, типа, очень много багов внутри. Ну, они, как бы, вот сейчас четыре девять, там, четыре восемь. Ну, то есть, есть шанс... Нет, я понимаю, что... Есть шанс, что они, типа, там что-то пофиксят, но, ну, я говорил, у нас первая игра, вот, на вот этой студии, она была на фикси. Нет, для игр, вот, вообще, нихера не заберет, потому что там запаришься переписывать item-render, которые, вообще, нихера не тривиально пишутся. А если что-то дефолтное... Это нормально, они пишутся. Бизнес-софт очень удобно, очень куда. Нет, фикс отличная штука. То есть, только, я же говорю, очень-очень много багов. И там... Там есть та же самая проблема, с которой я связывался... Ну, которую я наблюдал очень много раз в западных проектах. Когда офигенная архитектура, все классно задумано, но реализации вообще никуда. То есть, это просто что? Это умный американский программист, сел все придумал, написал, короче... И индусам дали дизайн. И дали не индусам даже, а китайцам. Индус еще нормально. Ну, научились уже, конечно. Вот. И, соответственно, вот получаются вот такие вещи, как... А вот этому программисту американскому, там просто сложность проектов такая, что он за всем за этим следить уже просто физически не успевает. И получаются вот такие-либо типы фликса. То есть, с одной стороны, все очень классно. То есть, там... Ну, задумка обалдена. Да, да, да. То есть, он в архитектуре сделан, то есть, зашибись. Я бы делал с ним там все что угодно. Но постоянно напарываешься на какие-то баги, и ты еще и не можешь долго понять, а твой это баг вообще. Вот. А потом еще и выясняется, что не твой. Ну, как после этого жить, в общем-то... Да, лезть в сорцы фликса как-то тоже... Ну, просто, если... Одно дело, когда ты лезешь в сорцы того же Острекоменс, который там у него там от силы, там, ну, не знаю, строчек там пять тысяч, ну, где-то там, там, нечего писать. Другое дело, лезешь, когда в форсах фликса, которые в исходниках занимают, там, сколько там дистрибутив ему? Ну, до хера. Там большинство... Ну, короче, код можно на две трети сократить, без потери производительности. Ого! Так что вы не цените? Так, затычки есть, можно там ключик выдать, кому надо. Интересован. Ну, блин... Ну, контрибутив во фликса, я не знаю, мало... Наверное, мало кто решится. То есть, это та же самая проблема. Ну, и плюс еще есть... Вот у флеша очень серьезная проблема, это то, что он... флешплеер тащит в себе кучу вопросов, связанных с обратной совместимостью. То есть, то, что флешплеер 11 проигрывает баннера, написанные на первом ашинскрипте, это самая большая проблема платформы. Потому что, там, опять же... Ну, он, инсоло у нас работал пашками. Он, типа, заработал с этим вопросом, разбирал бинарный код, посмотрел и... Вот этот, так, классный, замечательный экшинскрипт третий, он написан поверх виртуальной машины, который написан на ногами. Ну, то есть, фактически... Вот, то есть, если бы они это убрали, то, типа, возможно, стало бы все достаточно сильно лучше. Но убирать ее нельзя. Почему? Потому что флеш, который не проигрывает баннера, уже не будет стоять на всей браузерах. Вот. И сразу... Сразу все, вот это, вот, огромное преимущество, про которое я говорил на крат, он, когда, там, на докладе перед Юнити, а он сразу же уйдет. Поэтому, конечно же, никто этого делать не будет. А он не умеет баннеры проигрывать? Нет, Юнити не умеет баннеры проигрывать. Юнити не стоит у 95% браузеров. Афишка в том, что если Юнити, на Юнити начнут клепать баннеры, даже сейчас, мелкие, Юнити очень быстро распространяется, потому что это реклама, деньги, и маленькие баннерочки, трехмерные, легенькие, красивенькие. Но это будет в Юнити-плеер, в каждом браузере. Со временем. Вот и все. Прямым доступом к видеокарте. Прямым доступом к видеокарте. Да фигня от Юнити тормозит. На день Юнити-плеер очень много распространяется. Ну, сейчас идут переговоры о том, чтобы то ли Мазилу, то ли Хромову строить нативно. Нет, он просто вообще, когда ты его запускаешь, вот плагин и царезируются на странице, на западе несколько сих. Ты считаешь, как с 3D? Ну, я не знаю, сколько они должны занести в Мазилу 4D, чтобы это произошло. Да, они там развиваются до такой степени, что мало того, но они сейчас подсаживают новое поколение детей. Именно на Юнити-технологию. Они на уровне школы прямо вот им модно играть. Нет, ну дай богу здоровечку, на самом деле. Я ничего против не имею. Больше равнообразия, больше хороших платформ. Нет, просто начали с того, что в Юнити не здесь стоит. Начните, а на Юнити делать баннера, и он не стоит через голову. Ну, никто не будет платить за эти баннера. Вы затронули интересную тему обучения детей. Программирование или разработка. Кто может посоветоваться? У меня есть задача. Шестилетний ребенок, где вы хотите заработать на ЭКО? Клево. У меня мама на работу носила в 10-летнем возрасте. Я там типа что-то на бэйсике писал. У меня дяди бородатые, короче, показывали вот это все. Водите детей на работу, что могу писать. Работаете дома? Нет, работаете дома не пойдет. Потому что ребенок на работе и ребенок дома это совсем разные вещи. То есть я просто по своему детству помню, я там приходил в это священное советское ВЦ, короче, где там все чисто, там все в халатиках и это. Там, понимаешь, если ты туда уже пришел, чтобы тебя оттуда не выгнали, ты там будешь делать довольно много всего. В том числе и, допустим, учиться программировать, если имеешь к этому склонность. Да, там большую часть времени я, конечно, заиграл, но простенькую программу на бэйсике, которую я рисовала замок и писал. Ну, то есть вот хорошая тема брать детей действительно на работу. Всегда есть каких-то два свободных компьютера, куда можно посадить ребенка и что-то ему показать. Всегда там найдется, не знаю, 5-10 минут времени. А про свои опыты? Я, кстати, практиковал такую штуку, конечно, не с программистами, но дети сказали мне, что мы хотим заработать на какую-то штуку. Для начала я сказал, что я буду покупать у вас ваши рисунки. Рисовали. У меня дочь старшая сначала продавала мне рисунки, там, по виду, на подъек. Потом я ей, как оказалось, очень мало плачу денег, а потом она нашла с рисунками на улицу. И сама продавала как-то дорожила. Можно и повсюду. Она там применовала. Она на СССР где-то делала? Нет, у нас там дома, это, в СССР. В Киеве, в СССР. Не проверяйте, я не видел такую девочку. Нет? Да. И было такое... Я серьезно увидел такую девочку. Почему продавала? Дело в том, что я вчера... 5-7, видите, делись москоперсона. Ну, то есть вот меня мама таскала на работу, и вот я тут стою и рассказываю, что-то по буковке непонятно. Можно вопрос? Платная? Какая платная? Нет. Где брать? На Дзига. На Дзига. Дзига, да. Причем ничего не выдала. Выдала там какие-то моносайки. Нет. Что мы сейчас говорим? Это для автопад. Может, для привлечения? Можно проектировать и в Митце или как? Ну, можно хорпить. Ну, хорп, но я на пару раз хочу участвовать. Можно контрибутить, я не против. Если что-то хорошее присылайте по реквайсту, я... Хорошо. То есть я, собственно, для этого это все и затевал. Мне нужен фидбэк. Уже, я так понимаю, используется в реальных проектах? Да. Ну, то есть в реальных проектах там предыдущая версия использовалась уже с самой первой нашей игры. А текущая версия, да, крутится на продакшене вполне себе. Как это получилось, что липа, которая, я так понимаю, писала для корпоративных услуг, стала open source? А что ты думал? Нормально. Против договора, в принципе, ты зачастую... Ну, у нас, как бы, начальство, во-первых, такой фигней не заморачивалось, во-вторых, если ты приходишь к начальнику и говоришь, что вот такой подход очень сильно может помочь повысить качество кода, то есть, ну, сам даже, даже если никто не будет ничего контрибутить, просто то, что я туда, сюда вот пришел, короче, и рассказываю, мне об этом не стыдно, это уже говорит о том, что оно работает. То есть, и, в принципе, это стоит денег, на самом деле. То есть, такая сама по себе возможность. Я не являюсь ни в коем случае, там, пропагандистом open source, там, и всего такого. Я считаю, что для разработки программного... Ну, то есть, более того, я считаю, что там какую-то бизнес-логику, связанную непосредственно, там, с игрой, с конкретной вот реализацией, ее и открывать-то и не надо. То есть, смысла в этом нет. И, в принципе, там какие-то подходы, они могут быть и собственностью компании. Но вещи, на которых, типа, все базируется, и которых можно реюзать, то есть, их... Они должны быть хорошими. То есть, чтобы они были хорошими, тебе нужно, как минимум, быть не стыдно, чтобы, ну, чтобы было не стыдно ее показать. Есть еще одна такая мелочь, чтобы для себя писать гораздо приятнее, и больше силы времени это можно, даешь? Когда ты пишешь... Да, там, действительно, какой-нибудь оунер, там, может задавить жабу, что ты, типа, сейчас уволишься, и будешь вот этот код, который за его деньги написал, там, использовать для его конкурента. Но, на самом деле, если при правильном подходе, профиль для оунера может быть гораздо сильнее, из-за того, что, ну, просто само качество кода выходит, там, на мой уровень. То есть, все это, ну, то есть, это все решается. Это, как бы, не тот вопрос, который... Я даже с Бабаяном договорился на эту тему. И получается, что если либо более-менее популярной становится, то контора получает код-ревью бесплатный? Да, бесплатный код-ревью получает. То есть, ну, плюс, оно само тебе позволит. Ну, я не знаю, если программист уже там решился, что вот это вот можно показать, значит, он хотя бы доволен собой. То есть, это и для эмоционального фона хорошо. Ну, короче, типа, плюсов массы, минусов нет. То есть, ты не открываешь каких-то там тайн корпоративных. То есть, в данном случае речь идет о флешовой либе. То есть, если бы я сейчас вот попробовал вытащить нашу серверную там логику, в которой куча дыр, наверное, я был бы, мягко говоря, неправ. Почему? Потому что дети дыры, да. То есть, которые у меня просто даже вот не хочу закрывать. Мне не зачем это делать. Потому что я не знаю я, типа, если кто-то найдет, я попробую его найти на работу. Всякие бэкдоры? А? Бэкдоры всякие? Не, просто дыры, недоработки в архитектуре, там, куча всяких вещей. Хорошо объявили конкурс на принятие новых сотрудников? Да, нам нужен бетонщик и флешер. Пишите дыры, новый флешер. То есть, ну, пожалуйста, там можно ледиметр, пломление присылательного у нас. Хантит флешер стабильным. Ну, в последнее время часто, да. Раньше я все в своих вот это брал, а сейчас ледим. С какой целью для тебя расширяется? А? Расширяется или с какой целью? С целью, скажем так, повышения качества кода. То есть, увольняйте кода больше людей, больше людей? У нас, да, у нас произошел на прошлом месяце, типа, небольшой выброс. Два флешера уволилась и одного питонщика я хочу перевести на административную должность, потому что потом писать не умеет. Ну, вроде бы, с административными задачами он как-то более-менее справляется. Это тот, который уборщик? Нет, я про него рассказывал. Может быть, про одного образа? Ну, то есть, это серверный программист, который неудачно попытался переучиться с ПХП на питон, но когнитивный диссонанс был очень сильным. До сих пор не прошел. В общем, как-то так. Соответственно, нет, мы пока не расширяемся, то есть, нам просто нужно, ну, действительно освободить вакансии. Вот, и люди нужны для того, чтобы есть существующая кода-база, которая, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии, типа, ее надо улучшать. И улучшать, типа, постепенно, на продакшене. То есть, все изменения, которые идут, они, правила идут, действительно. Ну, постоянный цикл, типа, разработки, там, раз в неделю апдейта, там, все такое. Дисциплина должна быть хорошая. Вот, но при этом полная анархия. Никакого зоста лонального менеджмента, в принципе, нет и не предвидится. Осторожно. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ ВОЕННЫЕ ПОЛЁДНЫ